У нас с Егором бессонница. Это значит, что время, которое мы поедем должны спать, у нас это не получается. И вот сейчас у ночи мы с ним бодрствуем и пытаемся в нашем купе заснуть, придумывая разные себе способы. Начинает пересчет овечек, кончая рассказом интересных историй. До прибытия еще примерно два часа, и мы продолжаем свои попытки уснуть. Пока не получается. Ну что ж, отоспимся завтра в гостинице. Пока. Спокойной ночи. Поезд остановился на станции Комсомольск-на-Амуре. Ну что ж, буквально через несколько секунд мы оденемся и выйдем на платформу моего родного города. До встречи, Комсомольск. Ага, ну все, спускаемся. До свидания, спасибо. Вот замечательный вокзал города Комсомольска-на-Амуре. Мы сейчас прямо туда с Егором движемся для того, чтобы дождаться наших друзей. 6.40. Местное, московское, местное комсомольское время. Стоящий поезд. Раньше он называл 67. Сейчас это 67. 60-67. И вот мы идем непосредственно по направлению в наш вокзал, с которого очень много раз в молодости я уезжал и в Хабаровск, и куда только... Ну вот если вы видите, наверху написаны буквы Комсомольск-на-Амуре. Здравствуй, малая родина. Ну что, пошли вовнутрь зайдем. Посмотрим, как там внутри, что происходит в нашем вокзале в Комсомольском. Так, открываем двери. Доброе утро. Ну вот, мы здесь. Отлично. Вот так выглядит наш вокзал. Все прекрасно, ничего не поменялось. Пошли, Егор, посмотрим. Это зал КАС, где продавались билеты. И здесь вот все время стояло в очереди. Ну сейчас, конечно, без очереди залезал. Какая-то была такая манера. Но что делать? Такая была манера. Сейчас ждем дальше движения. Ждем наших близких друзей, для того, чтобы они нас встретили. И двинемся в гостиницу. Пока. Я за моей спиной до моей бабушки, где прошло все мое детство. Именно отсюда сегодня мы начнем нашу прогулку. А пока я просто вышел на балкон и вот наслаждаюсь видом утра в городе Комсомольский на Амуре. А это второй этаж гостиницы Амур. И вот поднявшись по этой лестнице, здесь мы попадали в холл раньше. Можете себе представить, что в этом холле стоял единственный черно-белый телевизор, который мы ходили смотреть, когда по телевидению транслировали фильм «Семнадцать дней весны». Так что вот здесь, в этом холле, иногда проходили мои телевизионные вечера в раннем детстве. Спускаемся ниже. Идем на первый этаж. Видите, где еще эта гостиница? Она прямо стоит во дворе дома моей бабушки, где прошло все мое детство. Этот холл, который сейчас мы увидим. Спустимся в нем именно здесь раньше. Единственный телефон. Доброе утро! Именно здесь, вот в этом углу, видите, где стоит торшер, вот здесь, да, стоял телефонный аппарат, куда мы бегали звонить, потому что это был единственный телефон, который был у нас в нашем районе. Ну что, выходим на улицу, посмотрим, что там происходит. Доброе утро, Комсомольского. Видите, чудесный трамвайчик, который проезжает мимо. Гостиница Амур. Вот она, гостиница Амур. Именно здесь, на этом месте мы смотрели большинство парадов, которые проходили, или как-то демонстраций, которые шли здесь. И мы с моим другом смотрели их, и вот получали удовольствие. Ну что, пойдем дальше. Это впереди скверик, в котором пошли мои детства, и идем по направлению к дому моей бабушки. О, класс! Вот, знаменательное место, в котором я себя реально помню первые свои впечатления. Здесь мне было 5 лет. Я вышел, меня выпустили одного на улицу, и я посмотрел на всю эту ситуацию, на всю эту территорию, которая тут меня вокруг окружала, и понял, да, придется тут что-то делать. Ну вот, собственно говоря, с этого момента начинается история моего детства в этом городе. Вот там, на четвертом этаже, окошко моей бабушки, из которой я часто, из которой я часто сидел, смотрел на проезжающие машины, считал их. А здесь все время мы ставили свою машину. Сейчас, конечно, двор полностью поменялся. Но вот еще одна история о дворе расскажу, очень интересная. Это место, где вот здесь, видите, вот там перед забором, здесь раньше был деревянный забор, за забором. Но я все время что-то находил интересное. Но прямо здесь, вот где я сейчас стою, вот если смотреть лицом к дому и спиной к забору, здесь у жителей этого дома, это были в основном пенсионеры, были такие маленькие-маленькие огородики. То есть от этого деревянного забора все такие деревянные отгородки. И пенсионеры использовали этот момент для того, чтобы как бы там была миниатюрная дачка. Я, наверное, был в классе пятом или седьмом, когда я понял, что у всех есть, а у нашей бабушки нет. И тогда я взял и сам построил ей маленький огород, огородив ей такой две грядки. И вот вскопал ее. И потом как-то она мимо шла и говорит, бабушка, это теперь твой огород. Конечно, удивления не было предела, но вот такие вот дела. Так, идем дальше, пойдем по двору походим, посмотрим. Это все, все деревья остались прежними, по сути. Хотя сколько мне уже? 45? И они уже стояли, эти тополя. О, не поверите, еще с моего детства осталась единственная штука. А, здесь сделали проезд. Ну вот, замечательно, представляете? Испортили весь двор. Здесь раньше стояли такие штуки деревянные, на которых сушили белье. Вот, а видите, здесь тюрьма. 15-суточная тема. И вот здесь у нас стоит, здесь была песочница, в которой я играл. Сейчас ворота, въезд в УВД. А вот единственная вещь, которая осталась с моего детства, ракета. Представляете, я когда-то, когда был маленький, по этой ракете залезал и игрались мы. Вот, ракета моего детства. Вот, а это, собственно говоря, дом, наши два подъезда. И сейчас пойдем, зайдем в подъезд, в котором я раньше жил. Жалко, конечно, что двора не осталось, но ничего. Еще удивительная, интересная есть штука такая. Это подвал. Возле дома всем связаны особые условия. Это место гаража для велосипеда. Кстати, сбоку вот это светящее светлое здание, это прачечная. А это гаражный кооператив, на крыше которых мы постоянно мальчишками залезали. Вот этот первый железный гараж, это до сих пор он стоит, я еще маленький был. Поэтому все, фактически ничего не изменилось. Как было, так и есть. Вот, а это подъезд второй. Но не там, где мы жили, это здесь жили наши друзья, соседи. Вот, а это непосредственно вход в подвал, в котором хранились наши велосипеды, когда я был маленький. Конечно, в принципе, можно про каждую квартиру рассказывать отдельно, как история, где кто жил, друзья, взрослые, люди, которые так или иначе сыграли определенную роль в своей жизни. Ну вот, кодовый замок на двери. Попробуем придумать, как нам пробраться вовнутрь. Сейчас будем искать возможности. Ладно. Сейчас попробуем методом тыка, какой-нибудь домофон набрать, представиться, что мы почта. Так. Вот. Входим в подъезд. Где мы жили. Вот. Это второй этаж. О, мой ящик на и бабочке красный. Он еще остался. Номер 14, да. Здесь. Так, Егор. Смотрит. Вот ящичек. Да. На каждом этаже жили друзья, знакомые. Вот. Сейчас пойдем, поднимемся. Весь подъезд, по сути, история. Здрасте. Здрасте. О. Федора Марковича тоже нет, да? А вы меня не помните? Я приходил, помните, пару лет назад, а я с сыном своим приехал из Москвы. Да. А можно на секунду заглянуть? И он просто посмотрит, как желал его права бабушка раньше, и уйдем. А позвони, может он дома? А я хотел сказать, вот в нашу квартиру. А, ну давай. Иди, быстренько загляни. А как дела? Ага. Давай просто на одну секунду. Вот так вот здесь мы жили. Да, Егор. Пусть посмотрит. Клятушки. Да, это был большой, большая комната была. Это туалет, там кухонка маленькая. Вот, спасибо вам большое. Здоровья. Здоровья, всего хорошего. Егор, смотри, вот на этих ступеньках мы, когда были маленькие, сидели здесь и играли в шахматы с моими друзьями. Здесь жили друзья наверху, жили друзья маленькие. Все были друзья здесь, когда были маленькие. Никого не осталось, да. Да, всего хорошего. Вот так чудесным образом мы попали в прошлое, в свою квартиру, где мы были. Поэтому каждая ступенька здесь связана с прошлой. Ну что ж, пойдем прогуляемся по скверу, собственно говоря, и пойдем на набережную, где мы были, потрогаем воды реки Амур-Батюшка. Вот еще уникальное место. Это поворот улицы Севастопольской. И вот место, которое находится прямо за мной, оно сейчас заасфальтировано, ровное. Но в моем детстве это была огромная лужа. Эта лужа была самым лучшим местом, в котором путешествовали разные кораблики. И все, что плавало, все мы здесь мальчишками испытывали. Ну и, конечно, на великах это было самым крутым куражом промчаться по этой луже на полной скорости. Никто не знал ее дна, поэтому зачастую мы оказывались прямо в самой луже. Вот отсюда прекрасно виден балкон моей бабушки. Вот он зеленый, застекленный на четвертом этаже. Оттуда открывался вид на всю эту территорию. Я помню, как мы часто время проводили с соседями, разговаривали на балконе. А сзади непонятное строительство. Тут у нас в базе океанского флота вот этот скелет стоит уже лет 30, наверное. Но уже пока расстояние. Вот, собственно говоря, все, что связано с историей моего детства в этом доме, мы с вами посмотрели. И теперь идем. Мы с Егором решили прогуляться прямо сейчас до набережной по тому маршруту, по которому мы ходили в детстве. А вот если посмотреть, там дальше, вдалеке, вот этот маршрут и дом со шпилем. Это этих домов несколько, три штуки со шпилем дома. Вот мы сегодня пойдем на них и посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин